Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Китиса, четверг. Очень много посвящается вообще в Торе, в этой недельной главе, запрету идолопоклонства. А что такое идолопоклонство? Сейчас почти никто не подходит к деревяшкам, не бьется ни головой. Говоря о иных богах, Тора имеет в виду не только классическое идолопоклонство, но и любой выбор вне духовности, вне бога. Любое какое-то направление жизни, которое не связано именно с этим духовным направлением, но и идолопоклонство. Отказ от соблюдения духовных законов сам по себе является злом. Вот в чем проблема. И он влечет за собой зло. В соответствии с принципом, который изложен Мишне, Мишне от имени Бензоазая, грех влечет за собой грех, а расплата за грех, грех. То есть что получается? Человек сам создает проблему, и эта проблема продолжает создавать ему проблему. Бог помещает как бы грешника во власть его испорченности, но это не означает, что с небес помогают человеку злодействовать. Наоборот, есть такой принцип, который определен, его надо понять. Действует закон, изложенный в Талмуде. Пришел очиститься, помогают. Пришел оскверниться, дают возможность. Небо не мешает человеку уйти тем путем, который он сам себе выбирает. Небо никогда не диктует ему вправо, влево, вбок. Оно говорит ему, вправо будет лучше, влево будет плохо. Пришел оскверниться, иди, никто не мешает. Если нет разумного страха перед небом, то мы ничего не достигнем. Человек, у которого нет контроля внутреннего, внешнего, он сбивается с пути. Если человек стремится вообще, ну вот, человек говорит, я пытаюсь, у меня не получается. Если человек стремится преуспеть в служении, но ничего не получается, тоже есть причины. И это не описано. Возможно, это испытания, посланные ему небом, это раз. Возможно, это какие-то действия, чтобы скупить вину за то время, которое раньше было. Возможно, небо задерживает его продвижение вперед. Видя, что человек пока не готов к восприятию того духовного уровня, на который он хочет подняться. Понимаете? Потому что все люди хотят сразу взлететь там. На небесах известно, что если он сразу, человек получит желаемое, то может навредить себе. Так или иначе, человек должен с любовью воспринимать, ну, вот какое-то ожидание. Когда он что-то делает, когда он стремится к духовности, не получается. Он не должен заниматься направственными умствами там и верить, что все к лучшему. Надо продолжать молиться, устремляться к Богу, пока не увидит небо, что да, это нужно. Все действия Всевышнего совершаются по одному принципу. Мера за меру. А значит, самый надежный способ достичь чего угодно, что это отставит кому-то, например, удовольствие. Супругу, супруге, друзьям там. Увидит небо и вернуть тебе это. Кто помогает другим заработать, увидит, как с неба умножат его собственные доходы. Кто учит другого Тори, почувствует, как его собственное сердце открывается немножко мудрости. Всем стоит испытать этот самый надежный метод. Надежнее его никого нет. Вместо усилий достичь чего-то, связанных с разочарованиями, чем-то, помогите ближнему. Помогите ближнему. Написано, если ты это сделаешь, все блага придут к тебе, и небо будет тебе более благосклонно. Чудесный вариант. Любавический Рэбе говорил интересную вещь, что есть еще нечто худшее, чем идолопоклонство. Это ничему вообще не поклоняться. Не освещать никаких ценностей, наслаждаться жизнью без обязательств. Проблема состоит в том, что вот как бы не переходя ни в одну, ни в другую сторону, человек один день верит в Бога, один в Бааля, там, знаете. Один вообще ни во что не верит, третий идет там. Это человек, который просто хочет наслаждаться жизнью, болтаясь. Да сегодня он за красный, за красный, за белых, за белых. У него нет компаса, нет совести, нет ничего. Он как бы центрист. Но центризм это абсолютно, то есть ни то, ни другое, ни третье. Поэтому Любавический Рэбе говорит, выбери уже что-нибудь. И в этой недельной главе, в конце, есть такая маленькая автора, там написано как раз об этом. Когда вышел пророк и сказал людям, ну слушайте, сколько можно, выберите или одно, или другое, Бога из-за Бааля. Человек не может один день служить Богу, потом через полчаса кому-то другому, и опять третий раз. Так не бывает. Вы либо верите, что он есть, либо не верите. Ну и еще одна заповедь в этой недельной главе – любить Бога. Вот первый отличительный признак любви любого рода, каким бы объекты, о каком объекте не шла бы речь, да, он должен что? Волновать. Не может быть любви, если человек равнодушный. Настоящая противоположность любви – это не ненависть, а безразличие. Поэтому главное не быть безразличным. Главное все-таки определиться в этой жизни. Не болтаться, как это в проруби, а что-нибудь для себя выбрать, идти этой дорогой. Если ты даже ошибся, ну свернешь назад. Если никуда не идешь, то будешь стоять на месте. Поэтому боремся с одним. Боремся с безразличием. Боремся с холодностью. Боремся с таком «да-да-да-да-да». Все время надо, чтобы сердце немножко горело. А если нет, поджигай его чуть-чуть. Чуть-чуть больше энергии, чуть-чуть больше любви, чуть-чуть больше бодрости и все. Поэтому еще раз говорю, самое главное – это определить для себя. С таким словом, безразличие – это не для меня. Сегодня я не буду безразличным. Сегодня я буду видеть заинтересованным взглядом мир. Браха вецлахав.